И всем привет, друзья! Вы на канале Sky Talk Games, с вами Иван, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Друзья, сегодня у меня серия... Короче говоря, мы будем искать планеты с жизнью в недалёкой, наверное, самой близкой галактике к нашему Млечному Пути, это галактика Андромеда. Я думаю, многие знают её. И, кстати говоря, друзья, я уже здесь нашёл прямо-таки, можно сказать, на краю Андромеды одну планету, которая меня заинтересовала, и она, кстати говоря, друзья, с жизнью. Также мы, друзья, посмотрим с вами виды с этой планеты на небо, и посмотрим вообще поверхность, из чего, что состоит, что там вообще и есть. Вот такая тёплая озёрная Супертерра с жизнью. Жизнь органическая, однотлеточная, морская. Я не знаю, какие-то, наверное, внеземные формы жизни. Так, давай посмотрим, значит, что у нас по диаметру 16 тысяч километров. Здесь довольно-таки высокая очень температура, 135 градусов по Цельсию. Это, блин, ну это очень жарко, я тебе скажу. Состав гидросферы у нас H2O, состав атмосферы O2. То есть здесь есть, ребятки, и азот, вода, и кислород, в принципе, всё, что нужно, как говорится, для жизни. Посмотри, как прекрасно выглядит М110, да? Вот такая планета. Кстати, у неё 7 лун. Все они находятся, я скажу, на низкой орбите этой планеты. Так. Отсюда, по-моему, даже просматривается Млечный Путь, да. Здорово. Так, ну что ж, друзья, давайте опустимся, наверное, на поверхность, и там уже посмотрим, что да как. Так, самое главное, мне сейчас не приземлиться в воду, как обычно у меня это бывает. Так, давайте войдём в атмосферу. Кстати, давление здесь повышенное, 26 атмосфер. Так что всё серьёзно, друзья. Так. Ну, по-моему, пока, пока... Ох, я быстро приземлился. Пока я вижу какие-то только горы, скалы, блин, и больше ничего. Это пустыня. Ну, на поверхности, да, здесь ничего, конечно, нету, никакой органической жизни, как и было написано, это морская органическая одноклеточная жизнь, то есть жизнь есть в воде. Так, подожди. Это у нас что? Горячая пустынная Тера. А, то есть отсюда даже видно ещё и планеты другие. Как здорово. Я так понимаю, это, наверное, поиск галактики. Так, давайте-ка пролетим чуть дальше. Ну, здесь довольно-таки, да, тут сплошные горы. Но всё равно, достаточно, согласись, загадочно. Достаточно загадочно. А вон там у нас это, что у нас, подожди. Это у нас... Что за красные вот эти точки на горизонте? Это не луна? Нет. Хотя, может быть, это и луна, я не уверен. Давайте немножко, наверное, промотаем время. Промотаем время и... Здесь рассвет, я так понимаю, да, сейчас на планете? Я хочу промотать время и посмотреть ночной пейзаж планеты. Давайте дождёмся, пока звезда уйдёт за горизонт. Кстати, заметь, вот эту вот планету и вот эту планету мы можем... Смогли бы наблюдать на этой планете, короче говоря, и днём, и... Ну, и вечером, блин. Так, у нас уже, по-моему, закат. Ну, и что мы можем наблюдать на закате? Карликовые луны. А, это карликовые луны. Я понял. Ох, посмотри, да, шикарный вид открывается на... Пояс галактики. Давайте дождёмся полного, наверное, заката и дождёмся полную ночь. Я думаю, красоты должны открыться наиболее интересные, красивые. Ну, теперь-то, наверное, уже... А можно посмотреть. Ну, шикарно, да, выглядит шикарно. Смотрится Андромеда. Здесь нереальная темнота сейчас стала, я тебе скажу. Да, и посмотри, а вот на вот эти вот все более яркие звёзды, да, я думаю, как сказать правильно, наверное, те, кто бы жил бы на этой планете, они бы сделали какие-то бы, наверное, свои созвездия. Вот это что-то похоже на медведицу, но только на, уже знаешь, на какую-то кривую, не знаю. Когда звёзды со временем, наверное, через миллионы или миллиарды лет друг от друга отошли на огромные расстояния. Галактика-треугольник. Да, отсюда хорошо смотрится галактика-треугольник. Ну, что-то я не вижу полного, конечно, заката. Всё равно на горизонте остаётся красный такой свет. Мне интересно, можно ли отсюда сейчас будет разглядеть М110? Покажет ли она себя? Нет, по-моему, нет. Смотри, как быстро наступает рассвет, да? Так, ну ладно, в общем, всё понятно. Так, о, какие перистые облака. Давайте приземлимся куда-нибудь, наверное, к воде, я думаю, где у нас есть вода. И посмотрим оттуда. Так, вот у нас есть вода. Кстати, есть горы. Вулкан, да, наверное? Это, скорее всего, вулкан, но... Простите, уже, наверное, потухший. Я так понимаю, наверное, блин, планета, это находится, наверное, на стадии развития. То есть, на стадии, она, сейчас на ней как бы формируется, скорее всего, жизнь. И первая жизнь у нас уже есть в воде. Так, немножко замедлить время, я хочу пролететь над каньоном. Да, это реально вода. Это реально вода, здесь есть кислород, здесь можно дышать, в принципе, но... Здесь слишком большое давление на этой планете. Смотри, какая река. Эх, блин, еще бы это все озеленить, и было бы, наверное, вообще прекрасно. Кстати, можно наблюдать, смотри, различные горные породы, слои, слои горных пород. Фантастически. Да, ну, конечно, не хватает здесь зелени. А так, ну, я тебе скажу, это... Это прекрасно. Так, ну ладно. Я думаю, нам здесь больше делать нечего, друзья. Посмотри, какой огромный разлом, да? И здесь тоже огромный разлом. Это все тянется одна большая река? Нет, по-моему, нет. Я думал, тянется такая огромная река, понял, да? Сквозь все эти каньоны и впадает вот в это, наверное, море или океан. Что это на этой планете? Я не знаю, назовите как хотите. Так, ну, я думаю, наверное, не стоит здесь долго задерживаться. И давайте попробуем найти еще какую-нибудь планету с жизнью. Так, друзья, у нас еще одна планета. И, кстати говоря, смотрите, она, короче говоря, это теплая морская супертерра жизнью. Причем здесь есть органическая многоклеточная морская наземная жизнь. Представляешь? Это классно. Температура, конечно, здесь тоже очень повышена. Я не знаю, блин, как могут организмы выживать в таких условиях. Плюс 144 градуса, блин. Это выше точки кипения. Блин, ну, конечно, может быть, они как-то приспособились к этому. Или не знаю, что за биомы там находятся. Вот. Но здесь также есть, друзья, вода, кислород и азот. Все, что нужно, я повторюсь, для жизни. Диаметр планеты 16 тысяч километров. В принципе, сила притяжения, ну, выше, конечно, наверное, в один раз, чем на Земле. Но здесь очень высокое давление, 313 атмосфер. Это просто, ну, это... Я не знаю, как можно находиться на этой планете. Давайте, наверное... Смотрите, здесь множество, кстати, вулканов. Есть шторма. И, кстати, вулканы, они... Это не острова. Это вулканы, которые находятся прямо посредине океанов, наверное, этой планеты. И, ребятки, отсюда, на поверхности, видно зеленые поля, наверное, леса. Что это? Скорее всего. Несмотря на такой, как бы, серый тухлый цвет, да? Так, ну-ка, подожди. Давай-ка куда-нибудь мы с тобой... Давайте, наверное, вот сюда поближе, вот к этим озерам. Поближе можно к шторму, наверное, даже спуститься. И посмотреть на поверхность. Так, сейчас прорисовка. Давайте в сторону шторма, наверное, вот так вот. Конечно, поверхность здесь кажется такой, знаешь, она какая-то гладкая. Нету никаких равнин, гор, скал. Я не знаю. Так, ну, подожди. Да, ну, что-то похоже и пустыня, как будто бы, да? Но в то же время, смотри, здесь растительность. Да, вот они. Это все цветы, блин, ты представляешь? Это все, да, это растительность. Но она, видишь, она тоже какая-то такая специфичная. Розовые листья, не совсем зеленая трава. Все в основном в розовом цвете. Ох, идеально отсюда смотрится шторм. Так, подожди, ну, давай пролетим над поверхностью. Нет, ну, поверхность, да, конечно, какая-то она вся здесь такая, я скажу, не особо интересная. Все как будто, ну, пустыня. Просто ровная, плоская планета безо всего. А вот, кстати, здесь, смотри, здесь зеленые луга, зеленые поля. Ты видишь? Блин, прикольно. Так, давай немножко, наверное, я думаю, промотаем время. Сколько у нас здесь солнечные сутки идут? 11 часов, да? Так, ну что ж, ладно. Планета, да, планета быстро довольно-таки кружится. Поэтому, да, я смотрю здесь шторма. Это частое очень явление. Облака. Оп, 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 стоп, стоп, стоп. Я хотел посмотреть на синий закат. Ух ты, здорово. Вот, смотри, синий такой вот. Наверное, нет, ну это не закатно, но... Это, наверное, скорее всего, из-за атмосферы этой планеты. Как бы пояс, наверное, Андромеды кажется таким синим, да, горизонт. Ну, я смотрю, эта планета, она находится вообще на самом краю, наверное. Практически, можно сказать, Андромеды. Потому что мы видим ее окончание, блин. Ну, здесь очень огромное, да, звездное небо. И, кстати, смотри, М110. Вообще, по идее, от света М110, я думаю, на ночном небе, здесь было бы очень ярко. Галактика-треугольник. А, кстати, по-моему, Млечный Путь, да, и Млечный Путь. Я не знаю, вот так ли мы его бы видели, наверное, на ночном небе, я не знаю, да, или нет. Могу ошибаться. Так, ну, давай-ка подлетим, знаешь, куда? Куда-нибудь на ту сторону, или на поверхность, где есть горы, какие-нибудь скалы. Все-таки я хочу найти здесь что-то неровное. Вот здесь у нас есть, по-моему... По-моему, да, у нас есть потухший, наверное, скорее всего, вулкан, недействующий. Так. Вот. Да, это гора, да, скорее всего, какая-то гора. Ну, либо вулкан. Так, сколько примерно стоит над поверхностью планеты? Ну-ка, стой-ка, подожди. Высота, высота здесь, то есть, над... 8 километров, 60... 600 метров, да, наверное, скорее всего. Высота этой горы. И, кстати, смотри, она покрыта снегом, да. Прикольно. Реально, это снег. Классно. Кстати, да, на ней тоже есть какая-то такая специфичная, наверное, растительность здесь. Опять же, в розовом цвете. Так. Ладно, давайте посмотрим еще какой-нибудь, найдем объект. Давайте найдем еще какую-нибудь планету с жизнью. Итак, друзья, смотрите, я нашел красный карлик, спектр М-3-3-В. Это звезда, я так понимаю, она двойная, что ли, блин, или нет? Хотя нет, это, наверное, просто... Смотри. Да, все-таки, да, это красный карлик. Вот, это, да, это, наверное, планета какая-то близкая, или что это такое? Стоит мне интересно знать. Это, нет, это двойная, наверное, скорее всего, звезда. Два маленьких красных карлика, но почему-то здесь не написано. И, кстати говоря, здесь есть у нее две планеты. Сразу две планеты с жизнью. Жизнь органическая, многоклеточная, наземная. И вторая планета, это у нас тоже теплая озерная Терра с жизнью. Также жизнь морская, наземная, органическая, многоклеточная. Температуры, да, здесь все завышены. Они находятся очень близко к своим родительским звездам. И смотри, на одной планете, в принципе, можно было бы как-то, наверное, выживать. Я не знаю. Ну, конечно, с огромной температурой и с большим давлением. У человека бы это точно не получилось. Состав гидросферы H2O. То есть, ну, тут есть и вода, и кислород, и азот, все, что нужно. А вот. А на второй планете у нас состав атмосферы. Это гелий и криптон. Я так понимаю, что это... Давайте, наверное, попробуем слетать сначала вот к этой странной планете. Так, у нее есть, кстати, да, три спутника. Подожди, да ладно. Это планета с жизнью? Ты издеваешься? Какая это нафиг планета с жизнью? Что здесь может жить? Это луна, блин, боже. Или они живут где-то в недрах, что ли, этой планеты? Я имею в виду все внеземные существа какие-то, если они здесь есть, блин. Как можно жить на этой планете? Нет, ну, не знаю. Пишите ваши догадки в комментариях. Так, давайте тогда слетаем. Так, где у нас вторая планета? Вот она. А вот. Ну, здесь что-то, наверное, я думаю, более логично можно, наверное, назвать, в принципе, да, планетой для жизни. Так, ну-ка, стой, меня это интересует. Холодный астероид. Близко к своей звезде. Что, по-моему, он даже сгорает, да? Мне сначала показалось, что это комета. Да, это астероид находится слишком близко к планете. Да, к звезде, простите. Так, ну, давайте попробуем опуститься сюда. Здесь тоже температурка, я тебе скажу так, очень-таки. Очень-таки теплая. И, блин, я думал, показалось, что здесь очень плотная атмосфера, но нет. Но, блин. Ну, а где растительность? Я ждал, что здесь будет растительность. Почему ее нету? Это пустыня, блин, это пустыня. Но здесь... Боже. Я надеялся увидеть какие-то, блин, красивые поля с травами или что-то в этом роде. Так, ну, недействующий вулкан, как обычно. Ну, атмосфера, да, здесь очень плотная. Но почему нет растительности? Зато есть у нас вода. Слушай, ну, может, на берегу... На берегу озера мы что-нибудь найдем, я не знаю. Во, интересный, кстати, рельеф, меня всегда удивляет. Вот такой рельеф на планетах. Такими... Скалами, лепешками, да? Наверное, я не знаю, на что это похоже, блин. Ну, что здесь? Да, огромные скалы, конечно. А сколько я над поверхностью? Высота рельефа 2 километра. Неплохо. Я тебе скажу, это не маленькие горы. То есть высота вот этих гор... Вот сейчас, смотри, я сейчас опущусь. Высота этих гор... Скал, да, наверное... Ну, горы, да, скорее всего, 2 километра. Блин, я так себя неловко сейчас чувствую, таким маленьким. Ну, естественно, растревскавшаяся вся земля, она высушенная полностью. Может быть, конечно, существа на этой планете, какие-то экзотические животные, они, может быть... Едят какие-нибудь травы, которые... Не знаю, растительность, которая расположена в пещерах этих гор, может быть, там как бы прохладнее, там все-таки что-то растет. Хотя там как может приспособиться, блин, растительность к жаре, вот на той планете, на которой мы до этого были, с огромной лихвой градусов, как там... Я не понимаю просто. Так, ну, давайте, наверное, завершим эту серию. Посмотрим на красивый... А, я понял, мы не посмотрим, короче, на ночное небо на этой планете, потому что здесь бесконечные солнечные сутки. Планета всегда повернута одной стороной к своей звезде. А, кстати, посмотри, вот, это... Нет, это не зелень, стой. Это не трава или что это? Нет, это... Это какое-то, наверное, я не знаю, что это такое. Что за зеленая скальная порода? Может, это мох? Кстати, возможно, это мох. А, то есть, в тени вот здесь, как бы, наверное, немножко прохладнее, поэтому здесь что-то растет. Да ладно, да, это реально, это... Это мох, плесень, что-то в этом роде на этой скале. Классно. Ладно, друзья, такое путешествие у нас по галактике Андромеды. Всем спасибо за просмотр. Пальчик вверх. До новых встреч. И ждем нового путешествия. Пока-пока, друзья, пока. Субтитры создавал DimaTorzok